Уважаемые участники сегодняшнего обсуждения, действительно замечательная презентация. Когда я услышала ее в первый раз, я была полна надежд и желания принять участие и стать соавтором этого законопроекта. К сожалению, пока все, что прозвучало, не содержит анализа тех недостатков, с которыми нам предстоит встретиться и которые предстоит устранить. Я напомню, что на встрече с Путиным Владимиром Владимировичем Владимир Владимирович сказал в том числе и не только то, что было процитировано, но и он сказал следующее. Я ожидаю такой работы, при которой все, что мы делаем, идет на пользу людям, улучшает их жизнь. Здесь возникают вопросы, связанные с расселением, с районами будущего места жительства. Нужно сделать так, чтобы это все людей устраивало. Поэтому нужно и с жителями это все проработать и показывать, делать все это прозрачно, показывать, что конкретно люди от реализации этих проектов получат и что они выиграют. Так и сделаем, ответил Сергей Семенович Собянин. И я очень надеюсь, что все-таки в результате работы очень серьезные. А я считаю, что законопроект, который внесен и который пока не анализировался, нуждается в серьезнейшей радикальной доработке. Иначе нам предстоит встреча в Конституционном суде, и, ну, понятный результат будет очевидным. Итак, начиная с названия. Ну, закон, внесение изменений в закон о статусе столицы, он не соответствует тому, что содержится в самом законопроекте. И никакого не имеет отношения к правовому регулированию статуса столицы. Законопроект содержит целый пул отсылочных положений. То есть вот я сейчас к Вячеславу Владимировичу обращаюсь. Ведь мы же договорились о том, что если у нас есть отсылочные нормы, то прежде чем принять законопроект, даже для правительства мы установили такой порядок, мы должны увидеть эти проекты. Значит, пока сказать, что там будет, мы этого не видим, мы этого не знаем. Теперь в отношении термина «Реновация жилищного фонда» он не употребляется в законодательстве, но употребляется только в одном документе – «Стратегия развития ЖКХ до 2020 года» и касается только и исключительно аварийного жилищного фонда. Поэтому уточнить вот этот термин, безусловно, определение дать в проекте необходимо совершенно. Иначе это может привести к расширительному толкованию и неопределенности правовых последствий. Значит, я сейчас не буду касаться за неименем времени части земельной регистрации. Надеюсь, мои коллеги об этом скажут. Ну, хочу, безусловно, остановиться на части, которая касается нашего комитета – это жилищные права граждан. Так вот, то, что касается жилищных прав граждан. Как ни странно, я сначала остановлюсь на правах нанимателей жилых помещений. Уважаемые коллеги, ну, документ надо читать и читать отсылки, которые он делает для нанимателя. Так вот, для очередников действительно предоставление пойдет по нормам. Но это жилье, здесь не написано, что оно будет предоставляться в том же районе или в соседнем. Потому что делается отсылочная норма на закон, который я прекрасно знаю, на городской закон, а там в пределах городской черты. И это еще не все. Социальные наниматели, которые не являются очередниками, попадают в такую же ситуацию. То есть для них особенно будут ухудшаться жилищные условия. Вот об этом надо помнить. Потому что тоже идет отсылка на законодательство города Москвы. Дальше. Я в свое время предложила понятие равнозначности. Оно применялось только и исключительно для нанимателей. Для собственника существует термин равноценное жилое помещение. Но я вижу, стремительно уходит время, поэтому я вам скажу, что в документе нарушается право на судебную защиту этих собственников. Потому что решение вступает сразу после принятия. То есть непонятно, апелляция, касация, что там возможно или невозможно. Дальше. Срок устанавливается 60 дней. Ну за 60 дней можно уехать лечиться или в командировку и приехать. И твоего уже дома нет, твоего помещения нет, оно отсутствует, да? Значит, такая судебная практика, она совершенно недопустима. Предъявлять иск только на основании того, что жилое помещение неравнозначное, это грубейшее нарушение всего, чего только можно нарушить. Понимаете? Значит, у нас четкий, конкретный перечень, когда можно что-то делать по этой судебной процедуре. Я надеюсь, что комитет по законодательству об этом тоже скажет. То есть, уважаемые коллеги, перечень этот закрытый, его дополнять нам нельзя. То есть законопроект ограничивает право на судебную защиту. Я хочу, чтобы вы это услышали, да? Без этого совершенно нельзя и недопустимо. Дорогие коллеги, взносы на капитальный ремонт, ну вот вообще-то их возвращать можно только если... В том случае, если помещение не аварийное, это как раз тот случай, когда надо возвращать эти взносы на капитальный ремонт. Значит, тоже тут неувязка, безусловно, есть. Продолжение следует...